Слушайте, мы так часто обращаем внимание на то, чтобы покупать органически чистые продукты. Мы очень часто обращаем внимание и выискиваем информацию, что содержится в той или иной рыбе, сколько там процентов в ртути. Мы очень часто обращаем внимание на информацию, какие добавки мы покупаем, чтобы вот они были такие самые-самые. Но мы мало обращаем внимания на то, например, в какой атмосфере мы живем или даже очень важное, из какой посуды мы едим, в какой посуде мы готовим, в какой посуде мы храним. И вот здесь очень большая опасность есть. Никогда не готовьте в этой посуде, если не хотите серьезных патологий и проблем со здоровьем, потому что приготовление, хранение в этой посуде может привести даже к раку. Здравствуйте, меня зовут Марина Жигульская и на этом канале мы учимся избавляться от диагнозов, патологий и состояний с помощью нутрициологии. Ежедневно я наблюдаю такую ситуацию, как люди, например, знают, что им надо много пить и очень соблюдают этот питьевой режим, очень следят за своим здоровьем. И вот они идут и под солнечным светом у них в руке пластиковая бутылочка. Самое первое. Убираем пластик. Никогда в нем не храним, никогда в нем тем более не готовим, не разогреваем в микроволновке. То есть нет пластику, нет. Почему? Потому что очень много вредных соединений, которые вы получаете вместе с едой. Например, тот же самый бисфенол А или формальдегид, которые выделяются в еду. Вы очень сильно нагружаете своей системой детокса, свою печень, свою антиоксидантную систему, каждый день на ежедневной основе, получая фактически яды. Я наблюдала такую картину в аэропорту Дубая. Я зашла в какое-то кафе и мне дали бумажную, ну понятно, вот эта бумажная посуда, которая, знаете, такая, как пленочкой покрыта. Ну потому что бумажная посуда, она разлезется сразу. Фактически это тот же пластик. И к ней дали одноразовую деревянную вилку и нож. Вот это меня очень сильно порадовало. И сюда же всякие пленки, пакеты, в которых мы храним свою еду. Потому что, по сути, пленка это тот же самый пластик. По сути, все вот эти вот приблуды, облегчающие нам жизнь на кухне, тоже пластик. Вот сейчас начинается лето, и хорошо, если бы вы завели себе привычку такую, купить стеклянную бутылочку. Один раз там в стекле купить какую-нибудь воду. И вот в этой стеклянной бутылочке постоянно носить с собой воду. Точно так же, например, когда вы берете горячие напитки, например, кофе и вот эта вот пластиковая крышечка. Ну, по сути, стаканчик это тоже, конечно, пластик. Но крышечку вот эту хотя бы снимайте, не пейте хотя бы через нее. Потому что именно при нагревании пластик отдает максимальное количество токсичных веществ прямо в ту жидкость, которую вы вливаете в себя. Если вы любите домашние заготовки, например, хранить в пластиковых контейнерах, я понимаю, что это очень удобно. Попробуйте заменить их хотя бы на стеклянные. Сейчас очень много предложений. Магазины на любой вкус делают и маленькие, и большие. И, например, когда вот я покупаю печень трески, я очень люблю этот продукт, потому что в нем очень много пользы. Я перекладываю его с жестяной баночки, потому что в жестяных банках ни в коем случае нельзя хранить. Пока вот она не открыта, можно. Но как только вы ее открыли и попал свет и кислород, продукт, который в ней находится, начинает окисляться. Особенно, если это жирный продукт типа печени трески. Так вот, я перекладываю ее в стеклянную баночку, которая, знаете, закрывается очень плотно. Там есть силиконовое кольцо и защелка. И вот в этой баночке у меня хранится в холодильнике, в общем-то, та печень трески, которую я не доела. Потому что съесть ее за раз для меня не представляется возможным. А используйте этот лайфхак, стеклянная посуда для хранения. И наверняка у каждого из вас есть этот предмет на кухне. Это тефлоновая сковородка. Это невероятно удобно, это недорого стоит. И это то, что сейчас вот в каждую кухню абсолютно по 2-3 штуки вошло. И имеется, ну и некоторые хозяйки заменяют ее, что правильно, в общем-то. Каждые, например, 3-4 месяца. Некоторые не заменяют, потому что ночью она же еще живая. И в том и в другом случае это ошибка. Но когда она уже поюзана, так скажем, она становится в разы опаснее, чем вот та новая, в которой вы приготовили первый раз. Но даже новая тефлоновая сковородка выделяет невероятное количество токсичных ядовитых веществ, которые не должны попасть в вашу пищу и тем более в ваш организм. Тефлоновое покрытие убивает вашу эндокринную систему, гормональную систему, обменные процессы, влияет на печень. Вашему организму надо все это выводить, а следовательно тратить витамины, минералы, нутриенты, те, которые мы потом за большие деньги покупаем и пытаемся как-то восполнить из баночек. Поэтому тефлоновой посуды на кухне быть не должно. Ни новой, ни старой. Но особенно, вот посмотрите на свою тефлоновую сковородку, если на ней есть уже какие-то хотя бы микро-микро-микро царапины, вы в великой опасности. Тефлоновое покрытие при нагревании, не обязательно его нагревать до 200-300 градусов, а вот достаточно, чтобы оно было просто тепленькое. Оно уже начинает выделять вещества, естественно, чем выше температура, тем больше этих веществ будет выделено. Оно начинает выделять вещества, которые приводят к онкологии, по этому поводу уже тоже есть исследование. И как альтернатива тефлоновым сковородкам может быть, конечно, чугунная сковородка. Я не очень люблю эту посуду, потому что она экологически чистая, но ее очень тяжело хранить и ухаживать за ней, потому что чугун пористый, и при нагревании раскрываются эти поры, и когда она остывает, они закрываются. И поэтому в чугунной посуде вы будете доедать бабушке на бед. Есть еще вариант, это титаново-керамическое покрытие сковородки. Они такие же антипригарные, но они не вступают во взаимодействие с посудой. Это не дешевая посуда, это сковородка, которая стоит от 20-25 тысяч, но это реально стоит того. Потому что если тефлоновую, например, мы покупаем за 3-5, и менять ее мы должны каждые 3 месяца, то вот это титановое керамическое покрытие, оно прослужит вам несколько лет. Потому что оно очень плотное, его достаточно не просто поцарапать, а там тоже рекомендуется острыми предметами не пользоваться. Оно прослужит вам достаточно долго и не повлияет на ваше здоровье негативно, что самое главное. А теперь переходим к алюминиевой посуде, которая категорически не должна быть на ваших кухнях, ни для хранения, ни для приготовления. Очень нестабильный металл, очень нестабильный, моментально выходит во взаимодействие даже в холодном виде с той жидкостью или продуктами питания, которые в нем находятся. И вы можете посмотреть на это даже с точки зрения, знаете, возьмите, например, эмалированную посуду и потрите ее губкой металлической, и у вас будет черная водичка внутри. Вот этот алюминий, он очень нестабилен при соприкосновении, при трении, при нагревании, то есть он моментально отдает частички себя в то, что в ней находится. Как вариант, можно заменить на эмалированную посуду, но внимательно следить за тем, чтобы нигде не было сколов эмали. Эмалированная посуда должна быть идеально ровной. Сюда же фольга. Фольга для запекания, это тот же самый алюминий, та же самая алюминиевая посуда. Я понимаю, что это очень удобно, я понимаю, что иногда так хочется приготовить, если вы делаете это очень редко, и у вас нет особых проблем со здоровьем, особых проблем с детоксикацией, особых проблем с эндокринными вашими системами и органами, ну тогда можете периодически этим пользоваться. Но вообще, фольга это алюминий, а рукав это пленка. Мы об этом поговорили уже. Как вариант, можно, конечно, запекать, например, вот эта пергаментная бумага, которая сейчас продается, и в ней вполне себе тоже можно запекать. Медная посуда, это тоже не самый лучший вариант, потому что, если, например, у вас есть дефицит меди в организме, сейчас, кстати, это достаточно распространенным становится, потому что мы все очень любим пить цинк, а цинк в больших количествах и дозировках храняет медь. Тогда да, как вариант, вы можете, например, есть какое-то непродолжительное время из медной посуды и немножечко стабилизировать эту ситуацию. Но если это происходит на постоянной основе, то вы получаете много меди, а медь роняет цинк, потому что они антагонисты. А цинк это иммунокомпетентный минерал, который нужен нам для многих процессов в нашем организме биохимических, и поэтому ни в коем случае не надо его там потерять. Поэтому медная посуда на постоянной основе тоже не подходит. И, конечно же, очень важно знать не только, в чем готовить блюда, в чем их хранить, но также очень важно знать, как работает ваш желудочно-кишечный тракт, что с вашими процессами пищеварительными. И для этого я 6, 7, 8 июня проведу бесплатный интенсив, который называется ЖКТ, гормоны и анализы. В нем мы очень подробно поговорим про то, как реабилитировать желудочно-кишечный тракт, что с гормональной системой, на что обращать внимание, откуда там берутся проблемы. Ну и, конечно же, поговорим про анализы, на что ориентироваться, какие референсы учитывать, а какие не учитывать ни в коем случае. В общем, будет много интересного за эти 3 дня. Это бесплатно, и для того, чтобы попасть на этот интенсив, вам надо зарегистрироваться по ссылке в описании к этому видео. Ну а если вы смотрите это видео после 8 июня, по ссылке в описании вас будет ждать 4 бесплатных урока по нутрициологии. На этих 4 уроках я рассказываю, куда сливается ресурс организма, почему мы болеем и обращаем внимание на симптоматику, а не на причины, и где эти причины искать. И еще один немаловажный момент, друзья мои, на который, пожалуйста, обращайте внимание, потому что если вы учтете это, вы никогда не ошибетесь. Не выбирайте, пожалуйста, дешевую посуду. Дешевая посуда не может быть качественной. Дешевая посуда – это никогда не забота про ваше здоровье, это забота про чью-то прибыль, потому что дешевая покупают активнее. Дешевая посуда наносит ущерб вашему здоровью. Хорошие качественные вещи, они не могут стоить дешево. Поэтому, когда вы покупаете дешевую посуду, имейте в виду, что это забирает ваше здоровье, и что вы будете ее очень быстро менять. Когда вы покупаете более дорогую посуду, вы имейте в виду, что она прослужит вам долго, и не нанесет удар по вашему здоровью. И поэтому здесь очень уместна поговорка «Скупой платит дважды». Напишите, пожалуйста, в комментарии, есть ли на вашей кухне токсичная посуда, и намерены ли вы от нее избавиться после просмотра этого видео. Я бы очень хотела, чтобы вы внимательно относились к тому, в какой посуде вы готовите, храните продукты, потому что это немаловажная часть сохранения вашего здоровья. И подписывайтесь на канал, чтобы узнать больше лайфхаков, фишек и полезных советов для своего здоровья. А с вами была я, Марина Жигульская и Школа Здоровья и Ресурс. До встречи в новых видео!